Всем привет, друзья, в нашей португальской компании Европы Универсалис 4. Война, она кипятит кровь и прибавляет бодрости и боевого духа, потому что любую войну хочется довести до победы. Вот так вот и у нас в нашей португальской компании. Нанимаем как можно больше пехоты и будем накрывать Европу волной португальских дешевых наемников, которые будут выполнять поставленные перед ними португальские же задачи. Наши наемнички. Мы можем себе финансово позволить такую кампанию и такую агрессию по отношению к врагу. Где-то мы даже успели проиграть. Ага, Кастилия. Да вы что? Семитысячная Кастильская армия атаковала нас. Давайте зайдем на их территории и покажем, что они в корне неправы. Будем собирать группы, которые будут помогать нам сопротивляться. А ну, а ну, Британия, дорогая моя. Ты что, собираешься высадить? Вот 12 кораблей. 12-тысячную армию может высадить. Давайте попробуем ее словить. Так, чтобы у них ничего не получилось. Так мне не нравится, что враг часто убегает. Куда идете? В Аверн. Мы за вами. И туда же. Словим, уничтожим. Западные подходы. Идем в западные подходы, значит. Пытаются убежать, но наш флот их ловит. Может быть, флотилия Великобритании только отправилась, чтобы взять дополнительные войска. А вы куда отсюда? Вы встречайте. Это они сюда к нам идут. Попались. Оставить на осаде. И всем туда же, за врагом. Так. Гасконь. Все новосозданные отряды будем посылать. И надо бы создать армию, которую мы переправим к Тоскане. Для того, чтобы этот злосчастный Рим осадить. Туда же, наверх. Сюда давайте. Все. Врага настигли. И сейчас будем добивать. 4 тысячи солдат у нас здесь есть. Отправим часть армии здесь. Врагов поблизости вроде не вижу. Но если что, буду зорко смотреть, чтобы... Если они вдруг появятся на горизонте, мог убрать свою армию. У меня, кстати, простаивает здесь 56-тысячная группировка. Я тут пока защищают. Мои союзнички. Ее я тоже могу отправить. Так как тут есть правитель, наверное, уже в сторону... ...нашей злосчастной Тосканы. Британия, как я люблю твой флот. Давайте где-то здесь высадимся. И мы можем отправить наши корабли благодаря этому вот сюда. Пока что всем сюда. Сколько? 398 тысяч. Зарабатываем 147 дукат. Не страшно. Добиваем дополнительно себе пехотные армии. Везде, где только можем их заказать. Все. Французская армия частично выведена из строя. 307 тысяч, 94 тысячи, 89 тысячи. Чтобы в этом убедиться, давайте посмотрим на численность их армий. Армий французов. Страны. Франция. 2000 тысяча. Да, у Франции практически нет армий. Сейчас интересно посмотреть на армию второго участника. Арагон. У них как минимум 20 тысяч солдат еще где-то есть. После того, как выведем их армию из строя, займемся следующими армиями. И таким образом обеспечим себе превосходство. А в дальнейшем... Ох, друзья. В Тулузу идете. Мы вас и там встретим. Да, мы спешить не будем. Наши группировки отводить. Попытаемся добить армию Арагона. А уже потом будем работать со всеми остальными войсками. В Гасконь, друзья. В Гасконь. Там и ждут вас на объединение другие отряды. И именно оттуда начнется ваше путешествие вглубь Европы. Тоже в Гасконь. Интересно. С помощью Ctrl... А, с помощью Shift можно выделять. Все, друзья. Извините. Теперь дело пойдет быстрее. Больше никаких... Все идут. Отрядов, которые я могу выделить, не вижу. Хорошие новости. Стоимость линейного корабля 5%. Стоимость фрегата 5%. Так, разбили. Часть вражеской армии. Враги тут на островке. В Тулузе, по-моему, скопились. Но это их совершенно не спасет. 33 тысячи выбрать армию. Оставить. И туда же, в Тулузу, давайте. Там соберемся. Перегруппируемся. Выбрать армию. Оставить. И... Лангедок. Смотрим за тем, что здесь происходит. Гельдер прислал свой кораблик. Решили осадить мои провинции с моря. Ну, ничего. И хочется посмотреть на то, что происходит в Южной Америке. Пытаются осаждать. Мы отступили здесь. Что происходит у нас с Виджиан Агаром? Бегают куда-то. Тут мы так и не перешли. Я так понимаю, вражеский флот мешает. В Малак уйдете. Будете 28 сентября. А если я пойду, буду тоже 28 сентября. Интересно, как мы встретимся. 12,5 тысяч. 15,4 тысячи. По идее, должен победить врага. Европейские войны я выигрываю. Но им основное внимание и уделяю. Так, у Арагона минус одна армия. Подождите, далеко не уходите. Выбрать армию. Оставьте что-то на осаде. Пусть не создается. И будем собирать огромную группировку. Теперь в Прованс. Держите свой путь. Сейчас армию Арагона добьем. Так, так. В плоту все. И тоже не стойте. Будем смотреть, где. Вот сюда нужна дополнительная сила, чтобы осада продолжалась. Так как не всегда хватает войска. 30% военного счета мы уже добрали. Но армии врага по чуть-чуть расползаются. Я так понимаю, здесь Австрия пытается делать нашу работу. Как в плане флота, так и в плане войска. И нам нужно им помочь. Срочно причем. Так, 3000, 3000. Еще 6000 французских солдат погибли. Выбрать армию. Оставить на осаде. Идем к врагу. В гости. Так, shift. Shift, shift, shift. Shift. Кто там у нас еще стоит? И бездействует. И смотрим регионы, в которых необходимо подкрепление. Туда эти армии и бросаем. Тут у нас 3000 солдат бесхозных. С shift так не пройдет. К примеру. Давайте в лангедок переходим. И начинаем смещать немножко вектор найма в сторону вот этих вот регионов. Из глубины Португалии нет смысла вести войска. А вот из этих регионов их будет куда быстрее перебрасывать в Италию. Враг не высаживается. Это плюс. Враг пытается уйти. И. А здесь враг с нами в кошки-мышки играет. Ну ладно. Улучшение отношений прекратилось. Потому что все уже. Да улучшались. 2000, 2000, 1900, 900. Армия Арагона отступает. Мы оставляем часть войск. На осаде Тулузы. Идем за противником. И все соберемся в едином месте. С единой целью. Вот у нас 3000 тут собралось. Мы их отправляем в тот регион, где с осадами проблема. Сюда. И пусть работают в этом регионе. Почему бы и нет. Так. Наши корабли отбили вражеские посягательства на нашей территории. Возвращаем их в удобную позицию. Вражеского флота тоже поблизости нигде не вижу. Так. Shift, 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 shift. Shift. И направим все это наше воинство. Вот сюда. Объединим еще 4000. Пусть идут в ланги док. 3000 и 3000. Перейти. Я так понимаю, это та радостная новость, когда можно сказать, что у Арагона тоже не осталось армии. Франция. Ты где? 2000 осталось. То есть, две державы мы лишили армии, лишили возможности эти армии нанимать. Следующий. Теперь у нас перевес по армии. Следующий будет... Кто у нас с Арагоном? Переговоры вести не можем. Францию можем выбить. Но тогда их место кто-то другой займет. Лотаринги, а можем вести с ними переговоры. Фальц можем вести переговоры. Чехия можем вести переговоры и Швейцарию. Интересно, о чем мы можем договориться с Францией? Ну, пока мы не захватили их территории. Мне просто интересно, кто займет место лидера коалиции после Франции? Если Британия, то вы же представьте, сколько нам придется перебросок делать и уничтожать. Хотя, с другой стороны, это бы нас очень хорошо стимулировало бы выбрать армию, объединить, оставить на захват Савоя. Враги есть в этой войне. Ого, разбили вражескую армию и отогнали. Неаполь, Тоскана, Венеция и Гельдерн объединили свои усилия. Чехия возвращает свою армию, участвовавшую в одной войне, для другой. Вот тут мы проиграем, потому что прошляпили момент. Хорошо, понятно. Нет. Часть войск на осаду, 41-тысячную армию отправляем решать тамошние наши проблемы. И укрепляем тех, кто будет сопротивляться всему наглому вражескому вторжению. 421 тысяча. Создаем войско, пока у нас не будет тотальное численное превосходство. И пока мы не будем уверены, что у врага никаких возможностей нет с нами бороться. Жалко, что Австрия проиграла. Ввести сейчас нашу 37-тысячную армию не стоит. Давайте ближе ее двигать. Хотя у нас тут есть дополнительное 60 тысяч. Их можно отвезти. Нет. Набирать армию придется в ускоренном режиме. 4 тысячи. Че до сих пор никто не пришел? В чем проблема? Так что, наверное, я все-таки сосредоточусь на найме и в этих территориях, просто приграничных. Ладно, ладно, все территории, чтобы можно было в один кулак набрать быстро. Десятку, двадцатку тысяч подтянуть. Ну что, сражаемся. Главное остановить врага. Две тысячи мы потеряли, к сожалению. Бургундия. Есть еще армия Бургундии, на которую можно положиться. 20 дипломатических очков. Хорошо. Они нам пригодятся. И мы можем исследовать следующие технологии. Дипломатический военный Галеон. Двухпалубный линкор. Теперь у нас будет возможность получить его. Что еще? Боевой дух. Содержание флота увеличится на плюс 0.25. И больше не увеличивается ежемесячно в открытом море. Никакого истощения. Конечно, беру. Двухпалубным легионом озабочусь. Претензии есть. Только там армия большая стоит. Прошли мимо, но не проходи. Не проходи. Подожди. Выбрать армию. Оставить на осаде. И 38 тысяч. Отправить в Иль-де-Франс. Туда же отправить нашу пехотку. И 5000 группировку в Авеньон отправить. Как в общем-то и все остальные наши армии. Понимая, что именно там... Ой, как замечательно. 12-тысячная армия. Да? Так говорите. Собираетесь высадить их где-то? Интересно, где? Всех в Авеньон. Враги сразу отхлынули. Словно прибрежные волны. Тут мы пойдем к себе на помощь. Голландия подвела кораблики. Побережье Кантабрии. Понятно, они пытаются уйти. Поэтому мы идем в Бискайский залив. Откуда у нас будет доступ к остальным местам. И навстречу пошлем наш второй флот. Может удастся врага там поймать. Эти победы меня уже даже перестают интересовать. Идем дальше. Двигаемся ближе. Нас интересует Рим. Ох, Австрию оккупировали! Проклятая Чехия. Нам еще с ними предстоит столкнуться. Бургундия пытается сопротивляться. Либо мы им поможем. А мы, наверное, таки им поможем. Выделим часть армии. Так, не понял. Выделим часть армии. Мы же можем их располовинить. 18 тысяч вести на помощь нашим союзникам. А 20 тысяч вести на помощь нашим армиям, которые сражаются с врагом. Будут сражаться с врагом в скором времени. Дополнительную пехотку генерируем. 4 тысячи сюда. В качестве резерва подтягиваем их к тылам наших армий. 3 тысячи сюда до сих пор не понял, почему. А вот только 6 тысячная армия идет. Тоже в качестве резерва в 6 тысячную армию отправим. Занимайте. Давайте даже так. Давайте в Пуату. И оттуда будем резервы, если что, подтягивать наверх. Хорошо. Проведем еще кое-какое время в войне. Удалось одержать победу над наглой армией Виджиенагара. Как говорится, пришли, получили от нас и ушли. Что здесь? Здесь мы тоже одержим победу над врагом. Хотя к врагу идут подкрепления. Видим, в большом количестве. Есть! Удалось добить вражескую армию. Полностью разбили. Замечательно. То есть, теперь мы можем освободить часть наших войск для того, чтобы отправить их вниз. Савоя у нас следующая. Нет. Зайдите к Шампани. Сюда. Две тысячи солдат. Всех собираем сюда. И смотрим, кого можем донанимать. И самое главное, где. Сейчас попытаемся словить британский флот. Так, через Шифт выделяем максимальное количество здешних, простаивающих солдат пехоты. И тоже их всех отправим сюда, где и будут стоять наши резервы, из которых мы будем пополнять наши армии. Выбрать армию. Хорошо с пехотой. Можем, кстати... А, тут и в той, и в другой армии нет командующего. Это у нас... Генуя. Давайте помогать Австрии. Разобьем армии Генуи. Тут объединим их в один кулак. Где у нас армия с командующим? Чтобы посмотреть, где это находится. Посмотрим. Выделим. Вот у нас 19-тысячная армия. Ее мы и освободим. Два британских корабля. Ну, молодцы, победили. Что сказать? Можете порадоваться. 3-го декабря, а мы 30-го ноября. То есть, перехватываем. Успеваем их перехватить. Замечательно. Еще одного дипломата нам показывают, что освободили. Выбрать армию. Оставить на осаде. И все эти войска нам нужно везти теперь вот сюда. Бургундии помогли. Она немножко отстояла свои позиции. У нас тут в Ильдефрансе будет хорошая группировка, которая будет действовать как подкрепление. Опять набирается наша пехота. И мы всех, кто у нас простаивает, отправляем на фронт. 104 дуката у нас идет доход. Переживать за финансы нам не стоит. Как я и говорил, здесь нас ожидает победа. Но идет следующая армия. Я так понимаю, войну с ней нам не выдержать. И идет она. Да, они разобьют нас. Волнами накатываются азиаты на наши позиции. Тамошние территории, конечно, значения не имеют. Большее значение имеют вот эти войны. Кастилия, Ахин. Чехия в двух войнах одновременно участвует. Это, конечно, для нас огромный плюс. Ничего наша армия здесь стоит. Всех сюда. все наши 18000 что там сражение с британским флотом и может быть даже с британской армии лишили их одного транспортника 1 галеона или что там у них было и теперь они отступают гельдер на разбушевался ведем нашу флотилию сюда эту флотилию отправим на ремонт а пока враг тут собирает свои корабли значит на ремонт отправим вот сюда или наоборот эту флотилию идем подавлять восстание эту флотилию идем сюда закрывать проход дабы нанятые нами воины поступали вовремя кидаем их сюда семитысячную группировку тоже сюда кидаем восьмитысячная группировка как хороший резерв то они тут объединили сейчас будем использовать для того чтобы словить вражескую армию не тем путем идите выполните пока второстепенную задачу по перехвату небольшой восьмитысячной вражеской группировки молодцы выполнят и уничтожат все мы начинаем освобождать части наших резервов враг решил не ждать повести свою армию вперед решил хорошо но я так понимаю мы здесь находимся в обороне уничтожили нам помогли союзники тоже одержали победу красавцы и все армии сводим туда хотя наверное вот эти 18000 можно оставить помогать бургундии бургундская 29-тысячная армия находится не в совсем хорошем положении и не может пока что самостоятельно решать боевые задачи на этом участке соответственно ей нужна небольшая наша помощь сколько у нас 461 тысяча солдат благодаря тому что мы постоянно работаем с резервами чтобы они не простаивали отправлялись в качестве поддержки к нашим тылам у нас есть войска которые мы сможем использовать например накопилась 22-тысячная армия которая к примеру займется оккупацией совой наша пострадавшая 37-тысячная армия попытается догнать врага австук отступает австрийская армия в нашу сторону а там где-то беснуются дикари я понимаю что часть армии в азии я потеряю решила флотилия арагона отступить как как ни в чем не бывало проходят сквозь наши ряды и все и проблем никаких нет неужели просто эпично откатываются враги сражение за сражением мы выигрываем давайте еще и вот эту вот наглость уберем португалия красавчики тут вот проблемка ждем подкрепления и разбиваем армию врага австрияки отступают на свои территории да полностью неаполь тоскана венеция гельдерн посмотрим как у врага с войсками швейцария без армии франция без армии таскана без армии таскана без армии савоя без армии фальц у пальца есть армия ну азиатов не смотрим у них точно есть армия у гельдерна есть небольшая армия венеция без армии в великобритании огромнейшая армия арагон три тысячи солдат где-то на островах будут перекидывать наверняка их так мои 60 тысяч объединяем выбрать армию соедините и к риму вперед друзья настал тот победный час когда нам нужно объединиться против врага всем и идем дальше нам нужно надо бы помочь австрии наконец-то может быть чехию наказать начнем мы со швейцарии а здесь 18 тысячная армия может заняться переселенцами из великой британии давайте немножко подремонтируем наши кораблики а куда вы уходите скажите мне друзья вот куда бы вы не ушли сейчас там ваш флот мы сможем разбить так молодцы отогнали всех это просто жесткая группировка войск уйдем на нашу территорию красавчики я думаю не грозит ли нам тут опасность нет не грозит отгавкались просто просто португалия это просто победа друзья причем уверенная победа так что там наши воины все имеют свой вектор направления движения а мы начинаем работать непосредственно с тосканой тут бы помощь не помешала бы только кого слать и как долго они будут сюда плыть ладно не буду пока помогать ого 9000 на английская армия нашли где высадится хорошо уселись друзья идем помогать нашим у них сейчас там большие штрафы оставим на осаде ну и будем смотреть по мере обострения ситуации добавлять еще туда воинов 4000 солдат попробуем создать так добавили ой 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 что-то мы проигрываем видимо сильные там ребята образовались не хочется оставлять осаждаемые территории дабы не обнулять прогресс осады выбрать армию оставить и вперед пошли распространяемся по всем этим территориям наглые англичашки куда сюда наверное ну и откуда мы приведем войска на погибель сюда по любому надо будет что-то придумывать для того чтобы защищать эти территории 5000 армия наверное наши отступят нет получили подкрепление молодцы разбили часть галер вражеских разбили и продолжаем отбивать агрессию противника продолжаем отбивать агрессию противника 11000 здесь 8000 и 3000 8000 идут дальше где враг покажите мне врага вот сюда идут мои выбрать армию оставить дальше оставить дальше на помощь эх как бы мне не хотелось но придется отправлять своих на помощь кидать в эту топку где они будут быстро сгорать 3000 сюда 1000 сюда пока у врага не закончится боевой дух сопротивляться нашим воинам ну что в принципе можем половинить и половину отправлять сюда вдогонку а этих на починку и следим как идет здесь сражение ну все врага мы одолеем вижу что прогресс уже в нашу пользу возвращаем назад где у нас проблемы с захватом территории объединяем их здесь пройдемся еще раз по неаполю кто это сюда пришел пизанская армия зачем вы мне тут а ну кыш отсюда еще повлияете на исход сражения знаю я вас куда отступят англичане не знаю но для них здесь нет места это однозначно так ремонтируйтесь вражеский флот если захочет пройти то мы сразу же его словим это у нас 76 год так вот во время военных действий бежит время и в общем то даже незаметно это все дело происходит 3000 в лангедоке чего здесь простаивать будете давайте отправляйтесь со швейцарией будем говорить но что может есть у нас территории враги с которыми можно пообщаться пока что таких не вижу вы там сопротивлялись что то сейчас я вас быстро тут подавлю бургундская армия шухер наведет она возвращается соответственно эти 18 тысяч можно уводить одиннадцатитысячная армия что стоит не понимаю поддержите своих мы то что стоим понятно мы ждем противника который попадется в ловушку новый кардинал соответственно ребята работаем делим на две части часть выделяем часть отправляем дальше таскан а пока наращивает военную группировку здесь но мы как раз идем решать эту возникшую интересную проблемку и кораблики здесь свои решили понатыкать решили понатыкать еще шесть тысяч собралось отправим к пожалуй к австрии на помощь как и нашу восемнадцатитысячную армию и будем теснить врага по всей линии фронта а вот начинает сыпаться и франция и соответственно линию фронта мы можем перемещать дальше что ж друзья продолжение войны смотрите в следующей серии нашей португальской компании европа универсалис удачи вам